В Махачкале проливной дождь затопил целый ряд улиц. За один час выпала месячная норма осадков. Для того, чтобы вода быстрее уходила, открыли канализационные люки. Однако туда попала не только вода, но и колеса автомобилей. На многих проспектах образовались огромные пробки. Водителям приходилось оставлять свой транспорт и идти пешком. Но и это сделать было непросто. А сейчас о том, как все начиналось. В 5 часов утра в Махачкале начался ливень. Многие горожане проснулись из-за пугающих раскатов грома. Небесный грохот был настолько сильным, что срабатывала сигнализация у припаркованных автомобилей. На улицах уровень воды 30 сантиметров. Машины стоят в пробках. Дворники не успевают очищать лобовые стекла. Низкие легковушки с трудом проезжают по затопленным улицам. Только за один час в Махачкале выпала месячная норма осадков. В считанные минуты улицы превращаются в реки. Людям ничего не остается, как разуваться и босиком переходить дороги. А мы думали, возьмем сапоги и останемся сухими. Но не тут-то было. Уровень воды местами по колено. Везде по городу вода лужит. Особенно где под мостом на редукторном. Все машины легковые застряли, не могут проехать. Заглохли. Внутри салона вода полная. Проехать не могут. Все на улице, через окна, на окнах стоят. Я на них объехал, еле проехал. На окраинах Махачкалы люди едва справляются со стихией. Дом Госиновых полон воды. Люди черпают тазиком, но толку никакого. Вода все прибывает. В этой комнатушке живет бабушка. Она инвалид. Ее сын тоже прикован к кровати. Семья с утра пыталась своими силами справиться, но позже поняли, все бесполезно. Потому что вот эта задняя канава наполняется водой. Оттуда вот заливает весь двор у нас. Почему будет? Потому что не чистят, наверное, эту канаву. Вот, смотри. Как встать? Ну, валид, который на костылях ходит. Посмотрите, что творится. Здесь люди живут. МЧС еще накануне предупредила. Будут ливни. Кто знал, заранее позаботился и сделал мини-дамбы перед домом. Некоторые перекрыли улицы и этим спасли свои хозяйства. Дождь хоть и продолжается, но постепенно стихает, говорят синоптики. Правда, прогноз на ближайшие дни неутешителен. Ливни в Дагестане могут идти до 19 мая. Мурат Магомедов, Салих Салихов, Расул Дибиров. Время новостей.